Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня я хотел поначать новую серию гайдов. Она будет посвящена богам в Скайриме. Для тех кто не знает, боги находятся в божественном атласе. Божественный атлас открывается с получением божественной формы, соответственно. Два бога, как бог знаний и бог странствий, получаются за тайные знания. Которые мы выполняем в культе. Для того, чтобы получать их в культе, нам нужно дойти до этих вот вершин. В обычном божественном атласе. Что же касаемо остальных богов, они открываются за книги. Такие как бог войны, бог охоты, бог власти и бог обороны. Сегодня мы с вами поговорим о боге войны. И мне нравится первая фраза в его описании. Этот бог не мыслит своей жизни без сражений. Это точно. Это пвпшный бог. Атлас у него довольно-таки большой. Для того, чтобы его закрыть, вам нужно будет около 30 тысяч желтых искр и 600 искр божественности. Может даже больше. Около того однозначно. Что ж, давайте пройдемся по вершинам. Стоимость божественной формы в стандартных пвп активностях уменьшается на 20-40%. Талант наказания за слабость. Урон наносимый вами по целям находящихся под воздействиями контроля увеличится на 5%. Таких уровней есть 3, то есть 15%. Подавление морали. Увеличит характеристику усиления контроля на 5% за каждый уровень. Тоже 3, тоже 15. Грохот войны. За каждый уровень этого символа ваш урон увеличится на 3%. В бою с 5 и более противниками работает и в пве в принципе. Для танка довольно-таки полезный символ. Ну и для того, чтобы различную мелочь вырезать тоже. Талант воля к победе. Увеличит показатель характеристики подавления контроля на 5%. Опять же, таких символа есть 3. Того 15%. Пламя вечной войны. Время действия способности мощь бога увеличится на 3-6 секунд. Два уровня символа. Взаимное уничтожение. Во время действия способности мощь бога... А, время действия. Не совсем понял. Во время действия способности мощь бога 20-40% урона наносимому противнику... Отражаемый урон не может превысить 20-40% здоровья бога. Странная херня. Не знаю, какой там урон отражается. Но да ладно. Жар тысячи солнц. Наносимый всем противникам вокруг бога урон способности мощь бога увеличится на 25-50%. Вот это один из полезнейших символов на самом деле. Первый удар. Урон по цели с полным здоровьем более 99% увеличивается на 12%. Таких символов есть три. Соответственно, можете сосчитать. Лучник нынче считается имбой, поэтому этот символ как бы специально для него был и создан. Урон способности присутствия бога увеличится на 50-100%. В течении 10 секунд бог наносит на 15-30% больше урона по целям, попавшие под присутствие бога. Длительность оглушения противников после способности присутствия бога увеличивается на 1,5-3 секунды. Второй уровень символа. На уменьшение стоимости превращения формы бога в пвп. Второй уровень символа закаленной кровью. Второй уровень грохота войны. Ну и собственно Атлас уходит вдалекую. Ну что ж, давайте-ка просмотрим все, чтобы вы поняли. Тут подавление морали. Божественное исцеление и сила воли перезаряжаются в случае смерти вашего персонажа. Вот это очень полезно на самом деле. Еще один закаленный кровью. Еще одно наказание за слабость. Воля к победе. Грохот войны. Непоколебимость. Длительность силы воли увеличится на 15-30%. Скорость передвижения во время его действия увеличится на 15-30%. Тут же наказание за слабость. Тут еще один уровень символа первый удар. И еще одна непоколебимость. Подавление контроля. Убийство персонажа другого игрока восстанавливает вам 20% здоровья. Ну вы поняли. Это пассивка, это не символ. Что ж, двигаемся дальше. Кровавый суд. Убийство персонажа другого игрока уменьшит время восстановления способности вердикт на 1 минуту. Еще один уровень взаимного уничтожения. Вершитель. Уменьшает стоимость способности вердикт на 25-50%. В течении 10 секунд бог наносит на 15-30% больше урона по целям, попавшим под присутствие бога. Еще один вершитель. Урон способности присутствия бога увеличится от 50% до 100%. Крушитель надежд еще один. Закаленный кровью. Последний уровень символа. Первый удар. Жар тысячи солнц на мощь бога. И пламя вечной войны. Время действия способности мощь бога увеличится от 3 до 6 секунд. Последний уровень. Что же мы по итогам получаем? Мы получаем 5, даже не 5, 6 отличных символов, которые все без исключения подойдут для ПВП. Ну вот, наверное, кроме Грохота Войны. С 5 и более противниками. Хотя, знаете ли, в 10 на 10 он активируется сразу. То есть от 9% к урону это прекрасно, по-моему, дополнение. Мы получим прекрасный символ для ПВЕ ПВП лучника. Прекрасный символ в ПВП, который будет взаимодействовать с беспощадностью. Опять же, подавление и усиление контроля. Где он? Усиление контроля. Вот. И символ, который дает нам чистый урон по другим персонажам. И вот это он. Урон получаемый. А, это защита. Я еще один какой-то проворонил. Ну это ладно. Плюс к этому всему мы получим вердикт. Вердикт. Вердикт это способность, которая у нас появляется в переходе на божественную форму. Мы можем откатить ульту за 20 веры раз в 9 минут, по-моему. Или 8 минут. Сейчас покажу вам, как она работает. Ну вот, собственно, ульта в КД. Я прожимаю Alt в 3. И ульту снова можно использовать. Вот, собственно, и весь бог войны, дорогие друзья. Атлас у него один из самых больших, в принципе. Так что советую вам его открывать все-таки третьим. Первый это будет власть. Второй это будет охота. Ну и третьим будет, соответственно, война. Ну если вы ДДшник, если вы ПВПшник, уже на худой конец. Вам нужно лишь два бога. Обязательных. Это война. И это власть. Власть нужна всем. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Это был обзор бога войны. Вернее, по нему гайд. Я вам прочитал все вершины. Показал все символы. Показал, как работает откат ульты. Решайте сами. Я думаю, этот гайд будет для вас полезен. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.